Всем привет! Смотрите, как изменить функциональные особенности настройки интерфейса новой операционной системы Windows 11, которая не всем по душе. Каждое крупное обновление версии Windows меняет некоторые привычки пользователей. Некоторые изменения хороши, а некоторые могут быть плохими. В 11 версии операционной системы Windows есть ряд изменений, которые большое количество пользователей считают худшими особенностями и которые хотелось бы изменить. Далее в видео я покажу, как можно настроить данную операционную систему под себя и сделать функционал более привычным к использованию. Упираясь на то, что большинству пользователей нравится простой рабочий стол, компания Microsoft решила урезать контекстное меню и для открытия полноценного нужно сделать несколько кликов вместо одного. В Windows 10 при нажатии правой кнопкой мыши открывается полноценное контекстное меню, где перечислено все, что можно сделать с данным элементом. В новой версии операционной системы в меню представлено не более пяти элементов. Чтобы открыть полноценное меню, нужно нажать здесь «Показать дополнительные параметры» или нажать комбинацию клавиш «Shift F10». Для решения данного вопроса нужно сделать исправление в реестре. Кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» — «Выполнить». В поле пишем «Rec-Edit» — «Ок». В открывшемся окне реестра переходим по следующему пути. В этом разделе нужно создать несколько новых параметров. Кликните правой кнопкой мыши по папке «CLCD» — «Создать» — «Раздел». Присвойте ему имя. Затем в этом разделе создаем еще один раздел с таким именем. После перейдите в созданный раздел. Здесь выделите параметр по умолчанию. Кликните правой кнопкой мыши по параметру «Изменить». И затем место значения не присвоено. Установите ему пустое значение. «Ок». После закройте редактор реестра и перезапустите систему. После перезагрузки контекстное меню будет иметь следующий вид. Следующая настройка касается проводника. В Windows 11 проводник по сути аналогичной десятке. Единственное отличие — это отсутствие ленты меню. И многие из общих пунктов меню, как расширение просмотра, скрыты в подменю параметров. Это не очень удобно. Для решения проблемы в окне редактора реестра перейдите по следующему пути. Здесь создайте раздел «Реестр» с таким именем. Затем откройте его. Создайте новое строковое значение. И укажите ему такое имя. После закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер. Открываем проводник и проверяем изменения. Лента меню теперь имеет привычный вид. В Windows 11 меню PUS по умолчанию находится посредине дисплея. И занимает больше места на экране для меньшего количества значков, чем в Windows 10. Что еще хуже, вам нужно щелкнуть второй раз, чтобы увидеть список всех ваших приложений. Решением этой проблемы будет возврат классической панели задач с помощью сторонней утилиты OpenShell или правки реестра. В окне программы PowerShell выберите стиль в стартовом меню. Ниже отметьте «Заменить кнопку Пуск». ОК. Теперь при нажатии кнопки откроется классическое меню Пуск. Стандартное меню тоже осталось. Способ переключения на классическое меню с помощью реестра, который работал в ранних сборках, больше не работает. Второй способ еще рабочий, но при этом не будут активны кнопки меню Пуск, Картаны и Поиска. Но в связке с утилитой OpenShell данный способ вполне работоспособный. Для правки реестра в окне редактора перейдите по пути hk.local.machine.software.microsoft.windows.currentversion.shell.update.packages. Здесь создайте новый параметр DeWord 32-бита с таким именем и присвоите ему значение единицу. После перезагрузки нужно настроить отображение системных иконок, часов, громкости и сети. Для этого в окне «Выполнить» введите следующее. Здесь выберите пункт «Включение и выключение системных иконок» и включите часы, громкость, сеть, индикатор ввода. Также в Windows 11 убрали функцию, которая позволяет легко изменять размер панели задач. Осталась возможность выбирать между одними из трех возможных – малым, средним или большим размером. Также с помощью реестра. В окне редактора реестра перейдите по пути. Здесь создайте новое значение DeWord 32-бита и назовите его следующим именем. Откройте добавленный параметр и установите значение – 0, 1 или 2. Соответственно, это маленький, средний или большой размер. После изменения закройте редактор реестра, перезагрузите компьютер. Windows 10 позволяет размещать панель задач в верхней или боковой части экрана, но в Windows 11 эта функция отсутствует. Если вы хотите переместить панель задач, вы можете использовать стороннее программное обеспечение, например, старт 11. Также с помощью реестра можно переместить панель задач на верх экрана. Откройте редактор и перейдите по следующему пути. В данном каталоге откройте параметр Settings. Здесь измените во втором ряду пятое значение с 0,3 на 0,1. Затем откройте диспетчер задач и перезагрузите проводник. После перезагрузки проводника панель задач будет отображаться вверху экрана. С часами, регулятором громкости и так далее. При использовании нескольких мониторов для корректного отображения придется изменить все ключи в данной папке. Windows использует Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию. В Windows 10 можно было установить другой браузер в качестве браузера по умолчанию во время установки. В Windows 11 придется изменить настройки вручную. Придется вручную менять программу для открытия следующих файлов. Потому что при клике по ссылке в поиске Windows будет открываться Edge, а не выбранный браузер в качестве по умолчанию. Чтобы это исправить, откройте параметры Приложение Перейдите в приложение по умолчанию Прокрутите вниз и найдите Microsoft Edge Здесь измените каждое из значений Кликните по расширению и выберите нужный браузер по умолчанию В последних обновлениях в Windows 10 появилась функция, которая показывает текущую температуру и погоду на панели задач слева от регулятора громкости часов. В Windows 11 эту функцию убрали. Чтобы вернуть данный виджет придется устанавливать дополнительные программы К примеру WeatherBar или WeatherBug Это бесплатные виджеты, которые находятся в панели задач и показывают погоду. Еще одной особенностью Windows 11 является то, что в OneDrive предустановлен и настроен на запуск при каждой загрузке операционной системы. Чтобы исправить это Кликните по значку программы с изображением облака Правой клавишей мыши Откройте настройки И снимите отметку напротив запускать OneDrive автоматически Также в Windows 11 нельзя открепить некоторые плитки с панели задач просто кликнув по них правой кнопкой мыши Это плитки мини приложения Представление задач Чат и поиск Чтобы отключить ненужные плитки Кликните правой кнопкой мыши по панели задач И откройте параметры панели задач Здесь вы сможете отключить то, что вам не нужно Пока что на этом закончим Если у вас есть что добавить Рады будем видеть ваш комментарий под видео А на этом все Надеюсь данное видео было вам полезно Не забудьте поставить лайк И подписаться на наш канал Свои вопросы задавайте в комментариях Всем спасибо за просмотр Пока